Доброе утро, ребята! Доброе утро! Ребята, я предлагаю вам сказать эти же слова. Тихо, тихо, шоу, сможем? Да, давайте. Доброе утро! А сейчас скажем доброе утро так, как мы обычно говорим. Доброе утро! А сейчас громко крикнем и руку вверх поднимем. Доброе утро! Вот какие молодцы! У всех доброе утро! Ребята, давайте мы представим, что мы с вами волшебники. Представим? Да. И можем подарить свое хорошее настроение друг другу. Можем подарить? Да. У всех хорошее настроение, плохим не надо делиться. Тогда давайте возьмем свою ладонь и дотронемся ею до ладони соседа. Дотрагиваемся ладошкой. То есть взялись за руки, да? За руки взялись друг друга, за руки и улыбнулись твоему соседу. Улыбнулись. Не надо так его лицо есть. Молодцы! Итак, ребята, какое хорошее на сегодня настроение. Скажите, пожалуйста, а когда бывает хорошее настроение? Что это вообще такое? Лето. А почему лето хорошее настроение? Потому что тепло. Потому что тепло, потому что что? Можно купаться, загорать. Отлично! Денис, почему хорошее настроение может быть у человека? У тебя много вкусняшек. Много вкусняшек. Тоже может быть хорошее настроение. Савушка, когда у тебя может хорошее настроение? Это когда еще солнце греет тебя. Хорошо. Еще когда? Да, Рюшка. Еще когда мы улыбаемся. Молодцы! Ну, а улыбаемся мы почему? Потому что мы не болеем, правда? Может быть хорошее настроение, когда мы здоровы, веселы, бодры, да? Когда мы не болеем, да? Ну и так, ребята, я предлагаю вам попутешествовать. Будем путешествовать? Итак, становитесь за мной. И начинаем шагать. Здорово, собирайся, за здоровьем отправляйся. Итак, вы будете сюда, к моему, посмотрите. Кого я сегодня встретила? Подходите к моменту, не так, чтобы все было в порядке. И теперь посмотрите, кого же я сегодня встретила. Смотрите, кто это такой? Это Грязнуля. Грязнуля. Какой странный мальчик. Ребята, а знаете, что он говорит всегда и всем? Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо. Это глупое занятие. Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо. Так зачем же тратить силы? Силы, время ж попусту пройдет. Как вы думаете, прав наш мальчик или нет? Нет. А почему он не прав? Тебе муткать. Потому что что? Болеть. Потому что когда не моешься, когда все время грязный, то можно, конечно, заболеть. А ведь грязнули у нас и неряхи, девушка, сюда смотрим. У нас ленивые люди. Они не любят ухаживать за своим телом. Они не знают правил личной гигиены. И поэтому они очень часто болеют. Ребята, поможем мальчику? Да. Мы сейчас ему расскажем про предметы личной гигиены. И немножко поиграем. Поможем и расскажем, как нужно ухаживать за своим телом. Ребята, посмотрите, какой у меня чудесный мешочек. Видите? А там сюрпризики. Как вы думаете, какие? Я только что сказала. Вигиены. Но какие это вопросы? Для того, чтобы угадать, что у меня здесь в мешке, вам нужно будет внимательно слушать загадки, отгадать их и не только. Еще засунуть руку в мешок и найти тот предмет, о котором говорится в загадке. Договорились? Будем играть. Так. Я здесь немножко. Слушаю первую мою загадку. Лег в карман и караулю, реву, плаксу и грязнулю, вытру им потоки слез, не забуду и про нос. Это мой носовой платок. Правильно, Паша. Это носовой платок. Ну-ка, давай-ка за мной. Засовывай руку и ищи носовой платок. Одной рукой найдешь? Ну, покопайся. Пошел? А, носовой платок. Ну, какой носовой платок. Ты же получишь. Очень большой носовой платок. Да, я вот я. Чистит, чистит пам-па-рам по утрам. Чистит, чистит пам-па-рам и по вечерам. Вот щеночек он зубастый, потому что чистит зубки с пастой, потому что чистит зубки с пастой, потому такой зубастый. Давай, доставай. Так, нашел носовой платок? Молодец. Дальше слушаем загадку. Ложите сюда свой платок. Гладкая, душистая, мою очень чистая. Нужно, чтобы у каждого оно было... Что это, ребята? Началка. Мыло. Мыло, конечно. Тот гадал, тот сначала и ищет. Нашел мыло. Вот, смотрите, какое оно гладенькое. А пахнет как вкусно, правда? Реально таким мылом поменится? Так, хорошо. Отлично. Такой аромат слышал? Все, не трогайте. Дальше следующую загадку слышите. На себя я тру, беру, пятки, локти с мылом тру и коленки оттираю. Ничего не забываю. Отлично, мочалка. Вот она, посмотрите. У нас там мешочек ее нет. Так, хорошо. Дальше следующая загадка. Внимательно слушайте. Вытираю я, стараюсь, после бани паренька. Все намокло, все измялось. Нет сухого уголка. Хороший. Снимаем. Так, всем хватит, потому что предметов хватает. Полотенце? Да. Так, можно полотенце. Отлично. Так, следующее. Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длиннее, чем у волков и медведей. Расческа, конечно. Глебушка ищет расческу. Так, хорошо. Вот такая еще есть там расческа. Давай, Глеб, поищи. Просто они отличаются. Положила две расчески. Есть там еще расческа? Денька, маме, расчески нету там? О, молодец. Ну и вот такая вот еще. Это массажная щетка, это расческа, да? Так, ну и у меня еще есть заказочки. Заказочки. Пластмассовая спинка, жесткая щетинка. С мятной пастой дружат, нам усердно служат. Ищетает зубы нам по утрам и вечерам. Это зубная щетка. Давай, нещетная, давай, еще зубная щетка, правильно. Зубная щетка, нещетка. Зубная щетка, очень долго мы ее искали, но, слава богу, нашли. Ложи. Итак, зубная щетка. Отлично. Я увидел свой портрет. Отошел к портретам, нет. Портрет зеркала. Так, правильно, кто у меня найдет зеркало, Савель? Так, хорошо. Так, ну а теперь посмотрите, еще что у меня есть? Паста. Зубная паста обязательно нам нужна. У нас дома есть. Так, хорошо. Для входа за своим телом еще ножницы нужны. И вот еще что. А так я видел. Нужно это? Нет, этот предмет нам не подходит, поэтому мы его обратно ложим в мешок. Хорошо, молодцы, ребята. Ребята, а теперь я вам предлагаю веселые стишки. Мы сейчас внимательно их послушаем и ответим на вопросы. А ответ у нас будет непростой. Если правильный ответ, будем хлопать в ладоши. Если этот ответ неправильный, и вы такого никогда не делаете, вы будете говорить, нет, нет, нет. Договорились? Три раза хлопаем, три раза говорим слово нет, нет, нет. Слушаем внимательно. Вам, мальчишке и девчушке, приготовила стишки. Если мой совет хороший, то похлопайте в ладоши. Тут совет еще нет. На неправильный совет говорите, нет, нет, нет. Постоянно нужно есть для зубов, для ваших, фрукты, овощи, омлет, творог и простокваршу. Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. Три раза. Не грызите лист капустный, он совсем-совсем невкусный. Лучше ешьте шоколад, вафли, сахар, мармелад. Есть ли правильный совет? Ой, это правильный совет? Нет, нет, нет. Хорошо. Чтобы блеск зубам придать, нужно крем сапожный взять, выдавить полтюбика и почистить зубики. Это правильный совет? Нет, нет, нет. Ох, неловко я, Людмила, на полщетку уронила. С пола щетку поднимает, чистить зубы продолжает. Кто даст правильный ответ? Молодчина, Люда? Нет, нет, нет. Хорошо. Навсегда запомните, милые друзья, не почистить зубы, спать идти нельзя. Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. Хорошо. И последний совет. Зубы вы почистили и идете спать. Захватите булочку сладкую в кровать. Это правильный совет? Нет, нет, нет. Ну как, настроение поднялось немножко? Да. Молодцы. Потому что мы знаем, что нужно делать, что нельзя делать. Подойдите ко мне сюда. Ребята, красивая улыбка? Да. А что украшает нашу улыбку? Скажите, пожалуйста. Зубы. Зубы? Да. Белые. Белые? А еще как сказать можно? Большие. Большие? Здоровые белоснежные зубы. Зубы – это украшение нашей улыбки. Когда человек радуется, он улыбается прямо так, чтобы все зубы видны, правда? Но если они некрасивые, кривые или больные, то, конечно же, улыбка не очень красивая, правда? Поэтому мы с вами сегодня поговорим о зубах и о том, как за ними нужно ухаживать. Ребята, а вы знаете, что у человека зубы вырастают в 6-8 месяцев, и они непрочные, детские, молочные? Знаете такое? Нет? А вторые зубы, второй раз зубы уже вырастают в 5-7 лет, и они уже навсегда. Их нужно очень-очень беречь. И для того, чтобы зубы были крепкие и не выпадали, за ними нужно ухаживать. Дариша, как у нашей? Как у нашей Любы разболеют зубы, слабые и непрочные, детские, молочные. Целый день бедняжка сдонет, против своих подружек гонит. Дни сегодня не до вас. Молодец. Почему, ребята, у Любы разболели зубы? Потому что она не ходила в коматонку, много сладости. А еще почему, как вы думаете? Она за ними, наверное, не ухаживала. Что она не делала? Ничего. Не чистила, наверное, не полоскала. Вот после еды. Так вот, ребята, после еды между зубами застревают остатки пищи, которыми потом питаются микробы. Поэтому обязательно после приема пищи нужно зубы чистить или полоскать. Когда мы чистим, ребята, зубы, давайте вспомним. А если у нас нет с собой зубной щетки и пасты, мы после еды зубы можем сразу полоскать. Хорошо, ребята, молодцы. Предлагаю вам следующую игру, которая называется «Угадай для чего». Эти щетки у нас подходят для чистки зубов? Нет. Ну, тоже щетки. Подходят? Нет. Нет, не подходят? А почему? Они разные. Они разные, но давай, Денек, покажет мне ту щетку, которой нужно чистить зубы. Есть она здесь или ее здесь нет? Правильно. Как эта щетка называется? Зубная щетка. Хорошо. Ну, давайте еще раз посмотрим и давайте назовем, что же это за остальные защетки, чтобы никогда не перепутать и чистить только той щеткой, которой нужно, зубной. Показывай любую щетку, которую ты знаешь, и называй, что это за щетка. Ну, что это за щетка? Массажная щетка, да? Расческа массажная. Да, хорошо. Вот такая вот похожая. Так, Дарина. Какую щетку знаешь, что ей делают, расскажи, чтобы все знали, что это щеткой зубы чистить мы не будем. Ну, а что это за щетка? Это... Щетка для чего? Помогайте, ребят. Для пыли. Для пыли, правильно. Ей зубы не почистишь. Хорошо, Глебушка. Что это за щетка? Так, давай остановись, давайте быстренько. Я помогу. Итак, вот эта щетка какая? Одежная, да? Для одежды чистят ей, одежды, зубы ей не чистят. Запомнили? Видели такую щетку? Хорошо. Вот это что за щетка у нас? Это щетка обувная для обуви, да? Ботинки ее чистят. Хорошо. Это щетка? Для пола. Для пола, да? Пол ей подметают. Хорошо. Что этой щеткой можно делать? Помыть. Потереть, помыть, да. Хорошо, молодцы. Итак, внимательно посмотрите, запомните. Вот у нас зубная щетка. Все остальные щетки у нас не подходят для чистки зубов. Я вам предлагаю почистить зубы. Давайте зарядочку сделаем. Давайте сюда. Сидим. Мы чистим, чистим зубы. Ручки для сна. Итак, покажем, как мы умеем чистить зубы. Мы чистим, чистим зубы и песенка живем. А кто их чистит, мы песенку поем. Не забывай, не зевай, а зубы не забывай. Зубы чистить не забывай. Молодцы. Показали, как нужно чистить. Снизу вверх, сверху вниз. Зубы чистить не ленись. А теперь мы, ребята, с вами покажем, как мы умеем чистить зубы. Садитесь за стол. Посмотрите, какие у нас некрасивые улыбки. Правда? Да. Что случилось с нашими зубами? Камни. Камни или как по-другому? Камни. Как называется болезнь, когда зубы наши болеют, на них появляются черные дырки. Правильно. Эта болезнь называется форис. Так вот, для того, чтобы у нас такого не произошло, чтобы нам не идти к стоматологу, да, давайте мы зубки хорошенько почистим. Хорошо? Берем щеточку. И чистим хорошенько зубы. Мы говорили, зубы не ленись. Чистим сверху вниз. И снизу вверх, да? Сильнее чистим. И по вечерам. Вот щеночек он зубастый, потому что чистит зубки с пастой, потому что чистит зубки с пастой, потому такой зубастый. Чистит, чистит пампарам по утрам. Чистит, чистит пампарам и по вечерам. Чистит, чистит пампарам по утрам Чистит, чистит пампарам и по вечерам У нас левша, Савушка Так, чистим хорошенько Кто почистил, можете показать свои красивые улыбки Вот так, смотрите, вот Вот так, улыбаетесь вы красиво, да? Вот такие у вас улыбки белоснежные, да? Все, ложите щеточки Молодцы Оставляйте свои зубки, идите помещено Сейчас мы поиграем еще в одну игру Которая называется «Полезная вредная еда для зубов» Ведь, ребята, для зубов нужно и правильно еще питаться Чтобы они не болели, не только чистить их, правда? Вот давайте с вами выберем только полезные продукты Которые не вредят нашим зубам Вот наш зубик улыбается Берем продукт, который полезный И несем его на доску И дарим зубику Только полезные продукты И по вечерам Не поешь Так, правильно? Да Так, ну а теперь давайте подойдем внимательно посмотрим Все ли продукты, которые вы здесь зубику подарили, полезны? Или может что-то все-таки не полезное? Не полезный будет бургер Положите его сюда Вот зубик сторонно обижается, когда его кормят Вот такими продуктами Подойдите сюда А здесь у нас какие продукты? Вредные Вредные, ребята, продукты для зубов, да? Да Молодцы, ребята Итак, подойдите теперь ко мне Для каждого человека, ребята Самое главное это что? Как вы думаете? Здоровье и жизнь Правильно Деник сказал Молодец, здоровье Наше здоровье зависит только от нас А каким образом зависит от нас? Кто мне скажет? Что нужно делать для того, чтобы здоровыми быть? И полечь Нужно его беречь Укреплять Да? Да Да, здоров будешь и все, да, будешь, правда? И нужно соблюдать правила личной гигиены Ухаживать за своим телом, да? Ну и за одеждой тоже, правда? Молодцы, ребята И послушайте внимательно, какие пословицы я вам приготовила Послушайте их внимательно и запомните Чистота, залог, здоровье Здоровье в порядке? Спасибо, дядя Это наша любимая пословица, правда? Если хочешь быть здоров, закаляйся В здоровом теле, здоровый дух Кто аккуратен, тот и людям приятен Грязное, они никому не нравятся, правда? Да Чистота, залог Лучшая красота Когда человек чистый, красот и красивый Молодцы, ребята Вам понравилось заниматься? Хорошо Хорошо, а за то, что вы у меня такие умницы Такие молодцы Я подарю вам медали На которых написано Что вы чистюли Сами умеете и любите ухаживать за своим телом И еще будете всем остальным рассказывать, да? И учить всех Чтобы никто из ваших близких не болел, да? Так, вот такие у нас мальчики чистюли И есть у нас девочка чистюла Утром Чистит, чистит По парам И по вечерам